В настоящее время все, кто лечится от коронавируса в стационаре, обеспечение их препаратами и государство в основном берет на себя. Но около 2000 человек лечится на дому. Каково их положение в связи с ростом цен на лекарства и что должно сделать государство для сдерживания роста цен на препараты, об этом сегодня поговорим в программе «Пациент». Ты составляешь больше денег на лекарства, чем на продукты. Лекарства очень дорогие ставили вообще. Вчера племянница купила лекарства, 300 с чем-то сказала. После этого моя невестка пошла уже 450 от АРАКС. Уже стоил 450. Во-первых, расхватывает, раскупает, как, ну, я не знаю, как будто хлеб. Очень, все очень на глазах растут цены. Я решила не просто узнать у тех, кто уже переболел, сколько обходится лечение, а сама узнать у врача, вот, среднее состояние, когда у больных коронавирусом, у тех, кто лечится на дому, сколько им обходится лечение, что им выписывают. Вот сейчас звоню врачу и узнаю, какие препараты и в каком количестве им назначают. В перечне препаратов, антикоагулянты, антибиотики. Я буду все это вписывать. Помимо всего прочего, мы впишем сюда все расходы, это и системы, шприцы, все расходные материалы и узнаем, сколько на 10 дней нужно потратить денег на лекарства. Буду узнавать цены в обычной аптеке, не в крупной, вот в средней аптеке в столице. Мне тут вот написали, на 10 дней мне нужно, вы просто мне посчитайте, сколько мне обойдется. Цефтозидим 2 грамма в сутки на 10 дней, капать на физрастворе 200. Это вот вместе с системами, со всем необходимым, вы можете мне посчитать? Это вот одно, физраствор 200 плюс дексаметазон 16 миллиграмм, тоже, витамин D и витамин C. Линекс по одной капсуле 3 раза в день в течение 14 дней. И какой-нибудь противовирусный препарат, ну, средней, в средней цены. И в итоге сколько у нас получилось? Это вот системы, вы посчитали, шприцы? Витамин C и противовирусная. На 10 дней, чтобы мне хватило? На 10 дней. Ага. Спасибо. Это набор лекарств, необходимых на 10 дней, но большую часть этих препаратов необходимо принимать дольше. Следовательно, и сумма увеличится в несколько раз. Еще один важный вопрос о том, есть ли дефицит на какие-то препараты в связи с возросшим спросом на лекарства. Попытаемся узнать в нескольких сухомских аптеках. Азитромицин, цевтриаксон? Есть. Все есть. Амаксиклав, метрагил? Есть. Тоже есть. Клексан, курантил? Курантила нету на данный момент, есть его аналог тромболис. Турецкий аналог. Дексаметазон? Есть. В общем, все необходимые при коронавирусе есть препараты. А вот вы получаете препараты, повышается цена, как вы видите? Не смотря за сколько мы их берем. Ну, за последнее время в связи с коронавирусом, что вы наблюдаете? Например, азитромицин, если стоило раньше, у нас до коронавируса 95 рублей, сейчас на 180. Вот в стране у нас есть сейчас дефицит препаратов? Вы как ощущаете? Дефицита нету. Препаратов нету, дефицит. Вот вам все противовирусные препараты. Вот иммуномодуляторы противовирусные. Ну, снимайте все. Вот, пожалуйста, отхаркивающие, целая полка препаратов отхаркивающие. Есть сухой кашель, есть влажный кашель. Все есть, буквально все. А противовирусные, вот, пожалуйста, все-все-все буквально есть. Даже плаквенель есть у нас. Ну, а с чем связано это подорожание? Подорожание, ну, с чем связано? Вот с тем, что доллар поднялся в цене. Завод поднимает цену, потому что они покупают субстанцию дорого очень. А потом и оптовые базы поднимают. А мы тоже уже, нам что же, жить надо, существовать надо. Немножечко на ценку делаем. Но на эти препараты очень маленькая наценка, потому что они самые, самые тоже дорогие очень. Самый дешевый из них, вот, ну, ремонт один, ну, 60 рублей стоит. Это бывает и от производителя зависит. И 40 рублей, и 50, и 60 рублей. Сейчас вот такая цена. Все антибиотики есть. Начиная с простого амоксицелина и заканчивая левофлоксацином. Все есть у нас. Препарат от производителя тоже зависит. От способа его получения тоже зависит. Побочные действия, если способ получения, метод очистки, там, конечно, ну, дорогой. От этого тоже очень многое зависит. Вот и вот, ну, цена. Одни производители покупают в Индии, да, в Китае, а другие производители сами, ну, синтезируют. Сами синтезируют на дорогом оборудовании. Терапевтический эффект лучше побочных действий тоже будет меньше. Потому препарат тоже будет дороже. Также и с импортными препаратами тоже. У вас есть какие-то обязательства, чтобы на прилавках обязательно были и дешевые аналоги? Обязательно. Насколько в связи с пандемией подорожали препараты? Вот в прошлом году за год насколько цены подорожали? Вот там на оптовых... Ну, в прошлом году цена доллара была другая цена, а сегодня совсем другая. Вот когда был 80 или сколько рублей, тогда очень подорожали. Да, цена, конечно, ну, поднялась, конечно. Вдвое или как? Еще, еще не вдвое, где-то, даже вдвое, втрое, а то и больше. Еще в октябре прошлого года мы занимались темой лекарств. Тогда же в аптеках ощущался острый дефицит препаратов. А максиклав, метрагил, такие препараты? Нету их сейчас в наличии. А клексан? Клексана тоже нету в наличии. Курантил? Нету, закончилось. Дексаметазон? Тоже закончилось. Ну, все необходимые при ковите, они закончились? Да, и не получалось. А противовирусный инговерин? Инговерин был, да, 870 рублей покупочек. Поставки ждете новые? Ну, не на все лекарства. Один из механизмов, с помощью которых государство может регулировать цены на лекарства, является утверждение перечня жизненно важных препаратов. В настоящее время туда входит более 80 наименований лекарств. И на них установлена предельно допустимая наценка. Но с 2019 года этот перечень не обновлялся. Есть ли необходимость в связи с пандемией, в связи с распространением коронавируса обновить этот список? Так, с этим вопросом мы обращаемся в Минздрав Республики. Перечень жизненно важных препаратов. Последний раз он обновлялся в 2019 году. Там градация была препараты стоимости до 500 рублей. И, значит, стоимости свыше 500 рублей. И вот на эти препараты были установлены ограничения по наценке. На следующей неделе мы будем предлагать Кабинету Министров свой обновленный перечень. Туда войдут препараты, которые на сегодняшний день, значит, актуальны. И большое количество граждан наших, да, принимают препараты. Это те препараты, связанные с лечением коронавируса. Возможно, мы еще добавим туда, значит, препараты, которые не вошли по, такие как заболевания, социально значимые, как может быть, по психиатрии. Там мы введем основные препараты по туберкулезу посмотрим. Значит, и вот оставим пока на этом уровне. Если говорить по коронавирусу, ну, основные препараты это до 10 наименований. Туда войдут антибиотики, которые не вошли в старый перечень. Туда войдут антикоагулянты, войдут препараты высокомолекулярного гепарина и таблетированные формы, значит, антикоагулянтов. Туда войдут гормоны, там, дексаметазон, метилпреднизолон, вот эти препараты. Нас интересовал также вопрос, почему некоторые противовирусные препараты, которые используют при ковиде, стоят в местных аптеках почти вдвое дороже, чем в России. К примеру, цена на Алипривир в одной из сухумских аптек 8,750, когда в России, откуда в основном и завозятся препараты, в розницу лекарства стоят около 5 тысяч. Ну, например, Алипривир. У нас там 8,750. Да, ну Алипривир у нас так широко не продается, потому что мы, мы обратились, значит, нашим соотечественникам в Турцию. Они нам гуманитарно дали фавимол, фавипировир. И Алипривир и фавимол, действующее вещество 1. То, что нам дали, мы отдали поликлиникам тоже. Вот городу дали, значит, Горздрава, Горздрава в своей поликлинике. Через поликлиники, значит, идет обеспечение. Те, которые нуждаются в этом фавимоле, те, которые, да, нуждаются в противовирусном, именно вот в этом препарате. Из информации, которую дал нам Ахраджба, выходит, что амбулаторным больным, те, у кого есть необходимость принимать дорогостоящий противовирусный препарат, в местной поликлинике должны выдать аналог препарата фавимол бесплатно. Если список будет расширен, цена на сколько должна снизиться? До 10% снижения будет. Максимально допустимая наценка препараты, которые вошли в перечень жизненно важных. Если свыше 500 рублей стоят, которые, значит, только 20% максимально допустимая. А препарат, который ниже, ниже, значит, 500 рублей, 25%. Было принято тогда решение такое. Поэтому, значит, то, что вы говорите, значит, снижение, оно будет в районе 5, там, от 5 до 10%, то 5% ощутимо будет снижение. Директор 4-й сухумской аптеки Леана Санакоева считает, что цены растут из-за поставщиков. На них в России повышают цены, а значит, и на местном рынке лекарства дорожают. Что касается перечня жизненно важных препаратов, то как только приказ поступает, им приходится понижать цены в соответствии с требованиями. Вот, видите, постановление об утверждении перечня жизненно необходимых важнейших лекарственных средств. В августе его и сдали, этот приказ, и пришел к нам. Вот уценку вы осуществляете за счет чего? Уценку я уже за счет своих личных расходов, а как же. Препарат, про который вы говорили, о реплигире. Нет, это он пока не входит, это же новый препарат. Я в журнале «Новая аптека», что я получаю из России каждый месяц в трех изданиях, там вот есть указание, что все эти препараты, которые входят в стандарт лечения COVID-19, они будут входить в этот же список, все, и уже тогда не будет, ну, фавипировир такой дорогой, может, а тогда в оптовых базах тоже они будут контролироваться, и нам будет уже вот этот весь список жизненно важных препаратов. Если они примут закон, то нам тоже уже легче будет. Сделали перечень. Мы на все лекарственные препараты не можем сказать, что должны иметь определенную, такую фиксированную наценку. Это приведет к определенным дефицитным вещам. Рынок лекарств на сегодняшний день в Абхазии – это более 5000 наименований. В России там зарегистрировано до 20 тысяч препаратов, они вывели жизненно важным 646. И поэтому мы будем потихоньку смотреть все этот процесс, да, и будем основным заболеванием вносить в данный перечень препараты и исключать те, которые не нужны нам. По данным Минздрава, в республике около 120 аптечных организаций. Самое большое количество в Сухуме – примерно 50. Для сдерживания роста цен в аптечном бизнесе свою роль могли бы сыграть государственные аптеки. Но цены в государственном секторе, принадлежащей Абхазформации, не отличаются от цен в частных аптечных организациях. А есть какие-то ограничения по количеству? Основная задача у Минздрава – обеспечить население лекарствами в каждом районе. Раньше, да, ну, было такие ограничительные меры в зависимости от количества, сколько проживает, значит, население в определенном районе. Но эти стандарты поменялись давно. Но у нас и сегодня есть государственная аптека, у нас ведомственная, да, аптека управления. Она имеет свои аптеки в городе, почти в каждом. Есть в Сухуме, есть в Кудаутах, в Гаграх, Ачамчирах и Тварчаву. РОМ Абхазформация на сегодняшний день занимается вопросами госзакупок для нужд государственных заказчиков Абхазии. Это в первую очередь Министерство здравоохранения Республики Абхазия, государственные внебюджетные фонды, ну и прочие организации, которые, соответственно, обращаются к нам и с которыми у нас заключены договора. А что касается розничной торговли, населения, ну, тут государственная структура, на сегодняшний день, не представлена. Поэтому здесь это исключительно коммерческий рынок. Поэтому, в принципе, ни обеспечение медикаментами, ни, соответственно, формирование цены и прочие какие-то взаимоотношения в группах, трансформации с коммерческими аптеками не осуществляется. Это унитарное предприятие, оно, значит, самостоятельно приобретает лекарственные, договора самостоятельно заключает. Все зависит, вы правильно говорите, значит, по городу, по аптекам идет разнобой цен. В одних аптеках столько, в других там на порядок чуть дороже. Все зависит от того, значит, от кого получают препараты и на каких условиях. Есть предоплатные договора, они будут дешевле, да? Если ты предоплату делаешь, значит, тебе цену одну дают. Если ты хочешь там кредит, кредитную линию, значит, по отсрочке платежа, значит, у тебя другая цена. Что касается ценообразования, которая сегодня многих волнует, она рыночная, формирует ее, соответственно, рынок, спрос, предложения и цены поставщика. Единственное, я могу сказать, что государство определенное регулирование цен производит по списку жизненно важных препаратов, который утвержден Минздравом, и есть определенная норма на цен, там, где закупаются, в том числе, и оптовые наши фирмы, коммерческие аптеки, и цены скачут у самих поставщиков. Государственные аптеки могли бы выступать как поспорье какое-то дополнительное, да, и государство могло бы там через сеть государственных аптек держать цены на каком-то уровне. Но это требует определенного финансового ресурса. По поводу Абхаз-формации, если частники могут сделать некоторые препараты дешевле, почему они не могут сделать цены ниже, чем частники? Если частник может договориться, привезти товар дешево, да, дешевле, что мешает Абхаз-формации это сделать? Контракты, которые группа заключает, это они самостоятельно заключают контракты. А кто их контролирует? Раньше данное учреждение было в ведомстве Минэка, потом, значит, это было принято решением Минвраведомства, ну, как вот больницы, да, вот государственное учреждение на сегодняшнем большую работу тоже проводит. Льготное обеспечение, льготное обеспечение, да, это порой бывает, оно и невыгодно для организации, она этим занимается, открылась, да. Ну, вот мы же поручения же даем такого плана. Все льготно отпускать, организация должна же существовать, это же унитарное предприятие. Оно создано государством, она делает минимальные там наценки для льготного обеспечения, для населения чуть-чуть другие наценки, чтобы держать это учреждение, значит, да, нужно какие-то прибылья получать. Если этих прибылей нет, тогда она будет дотационным для государства, еще в нагрузку она будет. На тему того, какую роль могли бы сыграть государственные аптеки в сдерживании роста цен, еще в октябре, когда мы готовили выпуск о препаратах, общались с одним из владельцев одной из старейших сухумских аптек. Аптека – коммерческий объект. Все аптеки, даже государственные, являются по своей организационно-правовой форме коммерческими организациями. Есть государственные коммерческие организации, как группа, есть частные организации, в основном ООИ и ИП. Но в данном случае, надо сказать, что в условиях конкуренции, вообще на приватизацию аптек тоже сыграло такой фактор, что большое количество частных аптек открыло, и какой-то смысл в государственных аптеках перестало существовать. В чем смысл государственной аптеки? При том, что государство всегда не хватает денег, всегда нужны инвестиции, их нет, и аптеки будут на фоне коммерческих несчастно выглядеть, полумертвыми и так далее. И возникла вот эта конкурентность среда, создала условия того, что отпала необходимость государственных аптеков. Вопрос возникнет, а вот через государственные аптеки можно регулировать цены, скажем, такой вопрос возникает. Но, во-первых, начнем с того, чтобы регулировать цены, надо иметь оборотные средства, государство должно вложить, чтобы получить дешевле и продать дешевле. А в условиях, когда никакого преимущества в государственной форме нет, невозможно сделать дешевле, скажем, государство. Это селенаправленная позиция, инвестиции, такое богатое государство может такое. Это фактически датирование, субсидирование. У нас наша страна пока такого себе не может позволить. Но есть такие законодательные инструменты, как государственное регулирование цен. Но на самом деле, можно сказать, что рынок сам уже фактически такую планку установил. Вот эта конкурентная среда, большое количество аптек сделало свое дело. И сегодня средняя наценка составляет, хотя вот сейчас условия коронавируса, конечно, какая-то спекуляция имеет место, но тем не менее рынок установил, что от 20 до 30 процентов средняя наценка в рознице. На одном из последних расширенных заседаний в кабинете министров президент страны обратил внимание на эту проблему и потребовал разобраться с ситуацией. Достаточно часто поступают жалобы о том, что некоторых препаратов не хватает, а по некоторым препаратам якобы имеют место злоупотребление. попытка некоторых нечистоплотных работников на этом нагреть руки. Скажу так, вам надо посмотреть внимательно, как дела обстоят в этом направлении и взаимодействовать с Министерством внутренних дел. Наверное, вот такого рода жалобы, они имеют основания под собой. Надо бы эту информацию проверить. Хорошо? И в этом ключе никого жалеть не надо. Министр внутренних дел, у вас там подразделение есть. Надо будет посмотреть, как вообще у нас поставлена работа с обеспечением лекарственными препаратами. По какой цене происходит запах этих препаратов. По какой цене они реализуются. Насколько поставлена правильная работа по распределению гуманитарной помощи. В следующих выпусках мы подробно расскажем о том, как исполняют поручения президента по вопросу регулирования цен, каким образом распределяют гуманитарную помощь среди амбулаторных больных и как выполняют эту задачу поликлиники. Субтитры создавал DimaTorzok